главное с молодежью надо говорить о будущем потому что это то поколение которое придет на смену нам им развивать им строить нашу страну здесь на свежем воздухе всегда идет такой искренне чистый открытый диалог по всей проблематике любые вопросы которые будут интересовать молодежь мы будем стараться на них ответить и самое главное невозможно в стране проводить молодежную политику без молодежи то есть это то что какими надеждами какими мыслями живет молодежь мы должны это уже сейчас вместе с молодежью трансформировать в реальные дела для того чтобы мы должны развивать те элементы в котором сейчас находится молодежь много различных тем как заниматься спортом как здоровый образ жизни вести потому что ну поколение должно быть здорово и крепко и как увеличивать продолжительность жизни ну и вообще говорить о том популяризировать чтобы мы стремились к тому чтобы у нас были большие крепкие дружные семьи с большим количеством детей счастливых довольных всегда улыбающихся я думаю это прекрасно такая площадка хорошая возможность хорошая традиция которая заложена белорусским республиканским союзом молодежи здесь молодежь разных возрастных параметров там от 18 там и до 31 года здесь молодежь разных социальных групп и рабочая молодежь и сельская молодежь и учащиеся молодежь и студенческая молодежь наверно вопросов много есть мы наверно как министр образования будут какие-то образовательные проблемы вопросы мы готовы вот сегодня к открытому диалогу ответить на эти вопросы причем эта практика у нас постоянная если вы обратите внимание если мы приезжаем в регионы у нас обязательно какие-то встречи проходят если мы открываем молодежную столицу обязательно проходит открытый диалог сейчас мы проводили республиканский молодежный поезд значит тоже была соответствующая встреча кстати там родилась идея продолжить эту традицию и сделать этот поезд традиционным поэтому я думаю что вот этот открытый откровенный диалог он идет на пользу всем в первую очередь наша стране потому что всем нам вместе строить будущее с нашей прекрасной молодежи